Когда-то здесь царилась стерильная чистота и была жизнь. Построенное более 50 лет назад, медицинское учреждение не раз меняло свое предназначение. Изначально в этом здании находился роддом. Потом к нему присоединилось хирургическое отделение. В последние годы инфекционная больница, которую закрыли почти сразу после того, как территорию передали в ведение Министерства здравоохранения Московской области. С тех пор строение рушится на глазах. Находится в плачевном, опасном состоянии. Я здесь проживаю рядом и наблюдаю картину в ежедневном режиме, что приходящие школьники из детских садов, дети, они здесь играют и в том числе заходят туда вовнутрь. Учитывая то, что здание в аварийном состоянии, это очень небезопасно. Внутри здания выглядит еще более устрашающе. Все завалено обвалившимися стройматериалами, разбитыми стеклами, бутылками, шприцами. И все это находится в открытом доступе. Здание бывшего инфекционного корпуса находится на балансе Министерства здравоохранения Московской области. Министерство в курсе проблемы этого здания. В настоящий момент известно, что площадь будет сохранена за Министерством для возведения, строительства объекта, какого-то объекта здравоохранения. А пока проблема продолжает быть актуальной. Местные власти решили взять ситуацию под личный контроль. Уже намечены пути решения. Мы не можем деньги вкладывать, потому что это не наша земля и не наша вотчина. Поэтому ищем спонсоров. Глава уже сказал, если это будет затягиваться, то мы своими силами поставим забор и закроем все окна. Прежде всего безопасность детей и нашего общества. Эти работы представители администрации планируют провести в ближайшее время, пока ситуация не стала критической и не привела к несчастным случаям.